Заветные подруги Заветные подруги Прекрасная актриса, которую вы все знаете Исполнительный директор конфедерации союзов кинографистов стран СНГ и Балтии Галина Пешкова Актриса, голос которой вы слышите почти каждый день в своем доме Люся Гнилова И режиссер телевидения и радио С которым мы много-много лет работали И начинали первые сериалы озвучивать Клена Белябская Вот если честно положить рук на сердце Я вам скажу, что я Никогда в жизни не думала Что я буду актрисой И вообще у меня желаний не было даже такого Когда я закончила школу Ну, вы представляете, что такое 10 лет в школе Я, правда, любила школу Я прекрасно училась Я была отличницей Меня любили Меня уважали Я была старостой И вообще старостой не только Потому что я такая отличница А потому что я еще и хулиганка была в школе И поэтому меня выбрали старостой Я могу поддерживать порядок Меня боялись Вот нельзя, вот несмотря на мои метр пятьдесят Меня боялись В школе Но когда я закончила ее, я думаю Куда бы мне пойти учиться Где меньше всего точных наук Думаю, ну что же, вот я 10 лет в школе Физика, химия, алгебра, математика Ну это, это же с ума сойти И я взяла программу для поступающих в вузы Так полистала, думаю Ой, нет Это нет, политехники Это все, нет, нет, нет И где-то на последней страничке Театральный институт Там сдавать экзамен надо Литературу, историю И чтение наизусть Все Вот куда мне и надо идти-то Там ничего не надо Только роли учить Больше ничего И я пришла сдавать Экзамен Ну, сообразила, что по своему росту Наверное, в общем Я могу играть детей А там была школа, студия При Центральном детском театре В Москве Кстати, Люся Гнилова отдала этому театру Лет тридцать? Сорок Сорок Вот Сорок лет этому театру И я пришла сдавать экзамены Я когда вошла В большая такая комната Ну, наверное, репетиционная, что ли Это в театре в самом было Я вдруг вижу Сидят актеры Которых я просто как-то наизусть всех знаю И сидит актер Который играл Фамусова В «Горе от ума» Иван Воронов Такой шикарный Такой Ну, просто, знаете, ну Актер-актерище Просто Ну, я не знаю Ну, мне говорят Деточка Меня не видно из-под стола было Деточка Вы что-нибудь знаете? Вы можете нам почитать? Я говорю, да И смотрю влюбленными глазами на Воронов Говорю, я вам сейчас прочту Монолог Фамусова И комиссия, я вижу, так Зашаталась за столом Думаю, ай, наверное, ошибку так Ой, ладно Думаю, ну что делать? Теперь уже сказала Ладно И вы представляете Что, значит, читать за Фамусова Я Ну, у меня такая была панамка Мне казалось, что я похожа была на Целиковскую В фильме «Сердца четырёх» Такая панамка Таких два бантика на косичках Юбочка От матроски такая В складочку Вся И я думаю Ну, только басом бы мне Только где пониже голос взять И я стала читать И говорить Петрушка Вечно ты с обновкой С разодранным локтём Достань-ка календарь Читай не так, как панамаря С чувством, с толком, с расстановкой Черкни-ка на листе Я так разошлась Я там панаму срывала Топтала Я что-то А меня вдруг стали держать Потихонечку Мол, успокойся, милая Ты что? Ты успокойся Всё будет хорошо Да что ты? И вывели меня за дверь И так, знаете Как абитуриенты Смотрите Ну вот, хорошо Лишний, так сказать Конкурент И уже убрали его Три слова Какие-то там Сказала И всё И я думаю Ну ничего Не взяли Пойду Заберу завтра документы И в другой институт Где тоже мало сдают И всё Прихожу за документами А мне говорят А почему вы забираете Ваши документы Вы прошли на второй тур И пошло И поехало Я уже была взята В труппу театра Потому что я играла Уже в спектаклях Таких как Репка Вот я хочу домой Её друзья А Репка Вы представляете Это была Трагическая история Про то Как вырастил дед С бабушкой Реп И вдруг Подлые кроты Подкопали Под эту репку Туннель И сгрызли Её корешки И репка Значит Стала падать Заваливаться И Машу Которую я играла Дедушка С бабушкой Одели Вонучи И в лопоточки С рафанчики И с корзиночкой И бутылочка В этой корзинке Чтобы я пошла В далёкую пещеру Принесла живую воду И возродила бы Эту репочку И самые страшные Сцены Были у меня В пещере Где был огромный паук Когда я подбиралась К источнику С живой водой Он начинал Ползти По этой сети Своей паутине И весь театр Это в основном Дети были Дошкольники Кричали Ты посмотри назад Маша Тебя съест паук Маша И одна девочка С первого ряда Не выдержала Она подскочила Она была такая вся В Ирганди Такой тогда Модный материал был Юбочки 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 Бантики Голубенькие глаза Такие Но вдруг Эта девочка Вырвалась вперёд К оркестровой яме Подбежала Затопала ногами И сказала Сейчас же Уходи отсюда Паук Вонючий Но это было Так трогательно Я эти дни Вспоминаю Когда я жила В этом театре И работала Ко мне относились Как к ребёнку Я такая была Доверчивая Такая была Искренняя Такая была Ну знаете Тощая Тощая Я же Всё-таки Дитя-то Военных лет Голод в Индии Могла изображать Или в Эфиопии Знаете Шейка такая Туненькая На ней Какая-то Головёнка Такие руки Нелепые И я думаю Ну всё Ну всё Боже мой Ну как же так Я так все время Маленькая такая Останусь И буду играть Детей А какие есть Роли там играть Там Ромео Джульетту ставят Два капитана Дум Это же всё Я могу играть Фамусов Фамусов Правда Меня Фамусовым Называли Фамусовым Называли Даже сейчас Одной раз Люди Помнишь Да Приходишь Говорит Фамусов Пришёл Можем возобновить Постановку Мало того Что меня взяли В этот театр На первом же курсе Я получила Центральную роль В спектакле По пьесе Михалкова Я хочу домой Я играла Девчонку Которая Была угнана В Германию Во время войны И вот с трудом Наше правительство Командование Возвращали этих детей На родину Роль у меня Такая была Знаете Она и Очень детская Была И в то же время Очень драматичная Люди плакали И на этом спектакле Я познакомилась С удивительными Педагогами С Ольгой Ивановной Пыжовой И Борисом Владимировичем Бибиковым И вот надо же Такому случиться Год мы Проучились И вдруг Издали указ Что должны остаться Только институты Театральные И школу закрыли Я почему Вспомнила Ольгу Ивановну И Бориса Владимировича Они говорят Надя Ты не беспокойся Ты будешь Ходить Учиться К нам в ГИТИС Мы тебя возьмем На первый курс Просто так Без экзаменов И вдруг Когда я уже Здесь работаю Здесь я учусь Приезжает Из Ленинграда И приходит К нам в театр Режиссер Николай Иванович Лебедев Снимавший В основном Такие молодежные Фильмы Как О Суворовцах О Нахимовцах Он снимал И он стал снимать Фильм О ремесленниках И фильм Назывался у него Навстречу жизни По повести Василенко Звездочка И он говорит Вот Надежда Мы посмотрели Тебя в спектаклях Мы бы хотели Чтоб ты бы Приехала к нам В Ленинград И будешь Сниматься у нас Вот тебе сценарий Почитай Я почитала Мне понравилось Так И думаю Кино Вы представляете Я буду там Где была И снималась Любовь Орлова Та же Целиковская Которую я так люблю И Морецкая И Раневская Приезжаю И мне говорят Что еще Четыре актрисы Вот познакомься С ними Они на ту же Самую роль Ну тут Я конечно Сникла Я думаю Ну ладно Пусть меня не возьмут Зато я приехала За государственный счет В Ленинград Живу в гостинице Впервые В жизни А я поеду В Петергоф Мне все рассказали Уже Как добраться туда Я схожу в Эрмитаж Думаю И ладно И потом Уеду Он говорит Прежде чем ты поедешь В Петергоф Давай вот тебе листочек Ты значит Сыграй нам Вот эту сценку И от Отговорила Что туда Да И мне дали билет В Москву И говорит Ну до свидания Может быть До встречи Я говорю Да 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 Так вот Говорят До встречи Адрес не дают Да Ладно Уехала Меня стали клевать Студенты Что ж ты вернулась Ты всем говорила Я еду сниматься Еду сниматься Что ж ты вернулась Я говорю Мне не понравилось Да Ну потому что Я говорю То они снимать будут Конец Потом Средину Потом к началу Так все Непоследовательно Никак в театре Где ты вот сыграл Действительно Сегодня И ты чувствуешь Тебя принимают Или нет Ты уже знаешь Что завтра Я так играть не буду Потому что Мне понравилось что-то Так что я говорю Театр менять на кино Я не собираюсь Но вдруг Через две недели Пришла такая телеграмма В театр Нашему директору Что вот мы Вашу актрису Надежду Румянцеву Хотим снимать Главные роли У нее такие вот Сроки будут Просим ее отпустить Меня даже не хотели Отпускать из театра Я ужасно этим гордилась Но он был Очень хороший директор Правда Шах Азизов Ну прелесть Он сказал Ладно Надулся немножечко Сказал Ладно Поезжай Я уехала сниматься Оказалось не так Все просто Я приехала И мне говорят Ты будешь играть Надюша Ремесленницу Значит Мы тебя на месяц Посылаем в ремесленное училище Ты будешь там жить С ребятами Будешь учиться работать За станком Мы тебя заранее Вызвали Только для того Чтоб ты научилась Работать за этим станком Так что Я научилась Токарному делу Я Однажды Должна была В этой картине Водить Такую спортивную лодку Скутер Времени нет Уже на тренировке Ничего Сказали Там Мы поедем На взморе Туда Кронштадту Поближе Осенью Уже октябрь Месяц Там есть У нас тренер Он тебе покажет Как обращаться Со скутером Небольшой кружочек Такой сделаешь И вернешься Пожалуйста Я говорю Хорошо Он действительно Показал мне Вот так наматываешь Веревочку Дергаешь Работает И так Вправо Влево Так хорошо И он со мной Проехался Я говорю Ну все Вылезайте Давайте снимать А то холодно Ветер такой На взморе Страшный И я значит Скорость Врубаю И думаю Да чего же я Сразу поворачивать Такое удовольствие А если я Немножечко туда Вперед На взморе Как они все Поволнуются Как они будут Ну действительно Кого-нибудь Пошлют за мной А я возвращаюсь Говорю В чем дело Давайте снимать Я потренировалась И я значит Думаю Ну Вроде берега Не видно Так Можно поворачивать Ну Так резко Я повернула Что скутер Он плоскодонный Он перевернулся В секунду Я в него Вцепилась Но На мне Ремесленная Такая одежда Металлические Пуговицы Башмаки Такие На всю картину Чтобы хватило Добротную Такие Я вся намокла И туда И знаете Там еще Такая безнадега Во-первых И мысли приходят В голову Говорят Вот Где-то Около Кронштадта Вообще Ловит такую рыбку Корешку Она говорит Людей ест Правда Знаете Как У меня Прямо Какой-то И Я уже пыталась Кричать Кому-то Никого нет Ну что А А Там Волна идет Волна идет Потому что Там такой Какой-то Как Рядь В лицо В лицо Эта волна Просто ужасно И уже Когда Я думаю Чего я цепляюсь За этот скутер Отпуститься Раза два Глотнуть И утонешь Ничего страшного Правда Люди же Топятся Даже специально Ну потому что Так ноги Они имели Руки Не держат Никого нет Никто Обо мне Не вспомнил Никому Не нужна Мама Мой папа в Москве Думаю Собака в Москве Ну что Нет Ну что Кто Меня может Спасти Никто И вдруг Какой-то Дымочек Появился Я думаю Вдруг Это за мной Действительно Катер идет Я из последних сил Выныриваю Говорю Я здесь Здесь Катер так Пришвартовывается Худющий Длинный С палкой Стоит режиссер Я говорю Николай Иванович Миленький Спасибо Что вы Меня спасли Я вам Никогда Этого Не забуду Он говорит Удавить тебя мало И вместо того Чтобы меня там На катер Согреть Что вы Перевернули Скутер Меня туда Отбросили Как щенка Мокрого Дрожащего И волокли На такой Привизи И все Причитали Вы посмотрите На этого Безответственного Человека Мало того Что волновалась Вся группа Коллектив Она оставила Вы вот Сегодня Без зарплаты Потому что Каждый день Вычитают За съемочную Аппаратуру За все За это Сидела Такая Руками Не могла Развести Даже Потому что Сейчас Ковная Такая Была И что вы Я еще Пролежала В больнице С воспалением Легких Да И все Не так Просто Было Вот Но с тех Пор я была Шелковая Шелковая Я С полуслова Угадывала Что от меня Хотят Я выполняла Даже не свою Работу Если говорили Там Постановщики Принесите Вот эту Пожалуйста Я говорю Я же ближе Я принесу Вот такая Вся была В общем Жизнь у меня Была страшная И я Приехала Домой Мой курс На котором Я училась Он перешел Уже на четвертый Потому что Год я целый Снималась И получилось Так Или мне на второй Опять идти Или сдавать Все экстерном И идти Вот На четвертый Курс Постараться Сдать Ну как Я посмотрела Сколько мне Надо сдать И да еще Диплом защитить Да и за этот Курс Думаю Я все Нет А в это время От того что Очень хорошо Картина прошла И вдруг появилось Новое лицо Очень достоверное Почему Вот допустим Не взяли Там Макогонову Конечно Вавгик И я так Обиделась Думаю Надо же Я думала Она меня будет Уговаривать Что Надя Ну постарайся Ну соберись силами Ну сдай ты Вот Я думаю Она меня Просто так Отшвыривает Как будто Я ей не нужна Как Какую-то Ненужную вещенка Какого-то Который Приблудился Ну и ладно Поеду Учиться Вавгик И 1 сентября Сижу В аудитории Все Шепчутся Кто это Пришел И почему Никто не Предупредил Кто это Такая Опять Чья-нибудь Протеже Ну конечно Вроде Такой Не может быть Протеже Потому что Сижу В таком Чуть не школьном Платье С таким Беленьким Воротничком Все У меня Были Три Воротничка Один Такой Деловой Из пике Праздничный Кружевной А платье Одно А третий Воротничок Такой Был С люшечками Это мама Сделала Уже Вот И в одном Платье Проходило Все Институты И Детского Театра И ГИТИС И В Афгике До Пятого Курса Я проходила В этом Платье Ну тогда Никто Не обращал Внимания На то Как ты Одет Кто ты Откуда Из какой Семьи Никто Ни перед Кем Не заискивал Никто Никому Не завидовал Мы Мы были Мы были Разные Вот Если Я вам Назову Кто Учился Там В Афгике Со мной Вместе Это Наверняка Знаете Юра Белов Майя Булгакова Валентина Владимирова Изольда Извицкая Татьяна Конюхова Руфина Нифонтова Все Абсолютно Разные Сейчас же Все под одну К ребенку Все И даже Лица Как у Барби Все одинаковые А мы были Все разные Тогда И вот я Пришла Когда И думаю Боже мой Такие красивые Все И сижу Я в своем Этом платьице В своем Братничке Надо было Хоть Кружевной Надеть Ну что же Я такая Беспомощная Как ты Равнодушная И я к себе Такая Сижу И вдруг Они Встают Все Шуршат И я Смотрю В аудиторию Входят Ольга Ивановна Пыжова И Борис Лавинович Бибик И у меня Я прямо Ой Ольга Ивановна Я закричала На все И все Так на меня Посмотрели Какой Как я могла Так Запонебратски Так кричать Все Это же Наши мастера А потом Я уже Им рассказала Какая у меня История Как они Меня вели От детского Театра Гитиса И вот сюда Кавгику И выпустили С дипломом С отличием У меня Был очень Хороший Дипломный Спектакль По повести По новой Спутнике И я играла Беспризорную Девчонку Васку Которую Подобрали Санитары Мама Умерла Она говорит Папа не знаю Где на фронте Слух Измите Мне Дядочку И рыдала Значит Там И взяли И Очень даже Не пожалели Что взяли Потому что Из меня Очень толковый Человечек Вырос Потом Я получила За это Спасибо 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 Как работает У меня Группа Поддержки Вы бы не догадались Поаплодировать А они Заслушали Заслушали Вот И вот Я Стала Профессиональной Актрисой Кино И вот Вы понимаете Как-то Я никогда В жизни Ни у кого Ничего Не просила Не перешла Никому Дорогу У меня Несклочный Характер Прямо Скажем Я лучше Уступлю Если Уже Начинается Какая-то Такая Война Я лучше Уступлю И уйду В общем По всем Казалось бы Параметрам Я очень Хороший Человек Поэтому Как видите Я От скромности Не умру От скромности Не умру Да Хороший человек Я правда Про себя Так думаю Потому что Мне все время Везло На хороших людей Мне повезло Когда я пришла На Мосфильм Потому что Директором Мосфильма Был тогда Иван Александрович Пырев И он был Председателем Жюри Когда я Сдавала Госэкзамен И спектакль Вот этот Спутники Он меня так Обнял Он такой Высокий Такой Худой Но крепкий Сибиряк Такой был Он меня так Шватил Потеребил Говорит Ну Надежда Ко мне Работать ведь Идешь Я тебе Работку Хорошую Устрою На эту Актрису Он сказал Надо писать Сценарии Я так Сказала Конечно Иван Александрович Спасибо Но так Это редко Бывает И я Не поверила Но Действительно Вдруг Мне говорят Надя Скоро Молодой Режиссер Челюкин Начнет Снимать Фильм Неподдающийся Который Написан По приказу Ивана Саныча Специально Для тебя АПЛОДИСМЕНТЫ И вот Снялась я В Неподдающихся Была там Опять Токарем И я Так себя Свободно Чувствовала Даже удивлялись Рабочие Мы снимали На заводе Орджоникидз Они удивлялись Как это я могу Так спокойно Закрепить деталь Сделать Ставить резец Спустить станок Снять стружку И они Говорили Я говорю Вы еще не знаете Что мы умеем Актеры Я очень много Снималась Там были у меня И сын И мексиканец Вольный ветер Оперета Морской охотник Детский Алеша птицам Вырабатывает характер Много Упрямой девчонка Много Картин Но они такие Ну посмотрел И хорошо Посмотрел И спасибо А так Чтобы вот так Задевало душу Чтобы ты Радостно влезал В шкуру Этого персонажа И не хотел Из нее вылезать Потом И там Она тебе становилась Уже родная Эта шкура Чулёкин Учился В Афгике Юра Белов С одного Со мной курса Алеша Кожевников Только Он не актер был Он был Инженером Какого-то Механического Завода В Ленинграде Нам отпустили Как будто Вожжи Придумывайте Фантазируйте Делайте То, что Вы хотите И мы Жили Ну просто Как знаете Нас баюкали Вот так В руках Нам говорили И это хорошо И это хорошо Выберем Что получше Снимем Один дубль Такой Один такой Один такой И мы Но мы Все-таки Работали Не для того Чтобы Там Получить Какую-нибудь Премию Там Или еще Что-то Нам важно Было Чтобы Пришли Вы Зрители Потому что Хотелось Так Чтобы говорили Ой Вы видели Не поддающийся Нет Вы не видели Ну Не о чем Мне с тобой Говорить Знаете Так Всегда Актер Этого Хочет Актер Хочет Чтобы Ходили Люди На его Фильмы Иначе Жизнь Не удалась Если Тебя Не хотят Видеть Это Твоя Неудача Будет Тогда И Знаете Как мне было Легко Сниматься Не поддающихся Потому что Это Комедийная Роль А я По сути Своей В общем-то Очень Темпераментный Открытый Очень Как вам сказать Азартный Человек И поддающихся Я получила путевку В комедийный Кинематограф Мы Актеры Ведь Знаете Недаром Нас Сравнивают С детьми По своему Восприятию Жизни Когда ты Получаешь Роль Знаете Вот так Вот Вдруг Дышать Нечем Становится Ты спишь И ты видишь Уже Как ты ходишь Как что ты там Делаешь Ты идешь По улице Думаешь Вот это Мне надо Надо бы мне Сказать художнику Покосюму Мне надо Вот так Одеться Да Ооо Какая Шапочка Я помню Я вот так По крупицам Собирала Для своей Роли В девчатах Вот этот Костюмчик Это пальтишко Из сукна Из шинели Перешитой Зайчий Воротничок Драненькая Шапочка Такая Пыжик В которой Играет футбол А потом Надевает На голову Вот такие Вот Дедомовская Девчонка Дедомовская Это так Было Я все Про это Время Знала Иностранные Газеты Обзывали меня Чарли Чаплином В юбке После того Как за девчат Я получила На международном Кинофестивале Премию За лучшее Исполнение Женской роли Вместе С удивительным Красивым Артистом Американским Полом Ньюманом Он получил За мужскую роль А я Значит За девчат Вот так АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да Теперь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ответим На первый вопрос Дорогая Надежда Васильевна Мы очень рады Видеть Свою любимую Актрису В такой Прекрасной Форме Спасибо Спасибо Пожалуйста Расскажите Чем Вы теперь Занимаетесь И как живете Хорошо Расскажу Вы знаете Когда начались Все эти дни Перестройки Когда вдруг Большинство Людей Никому Не стали Интересны Никому Не стали Нужны Я помню Вот то Ощущение Потерянности Какой-то Я помню У нас Двое Актеров В театре Киноактера Покончили С собой Хорошие Актеры Они просто Не понимали Как это так Их выгоняют Допустим Из театра Киноактера Они никому Не нужны Люди Стали Разобщенными Мы Очень Многое Потеряли В смысле Наших Отношений Люди Стали Молиться Одному Богу Сейчас Деньги Играют Все Вороться За жизнь Надо За то Чтобы Выжить За то Чтобы Остаться Человеком Это Если Наши Руководители Страны Не поймут Что еще Очень Много У нас Людей Которые Очень Совестливые Я Вот Например Вижу И Слышу Что Говорится Одно Делается Другое Мне Неловко За этих Людей Думаю Наверное Он потом Извинится Что он Не мог Этого Сделать Для Никто Никто Не Извиняется Никто Это Очень Плохо Понимаете Вот Мои Друзья Не дадут Мне Солгать Что Мне Повезло С моей Семьей И В основном С моим Мужем В каком Смысле Не потому Что он Богатый Человек Нет Он Очень Известный Человек В своей Области Он Был Первооткрывателем Вообще Того Как Должны Себя Вести Предприниматели Он Я Помню Однажды Я пришла К нему В объединение И я Говорю Что-то Там Стоит Женщина И сердится Я Говорю Ну Кого-то Такая Пожилая Женщина Он Говорит Понимаешь Надя Я Решил Всем Ветеранам Купить Технику Кому Телевизор Кому Холодильник Кому Стиральную Машину Она Хотела Холодильник А ей Купили Стиральную Машину Почему И она Была Недовольна Я Говорю Ну Ты Объясни Что Ты В следующий Раз В следующие Полугодия Ты Купишь Ей Еще И Холодильник Но Ему Не удалось Ей Купить Холодильник Потому Что Пришел Человек Из Свердловска Который Сказал Вы знаете Мне Предложили Пройти По всем Объединениям И Какое Понравится Я могу Взять Его Себе Вот Мне Больше Всего Понравилась Ваша Извините Против Вас Мы Ничего Не И Мы Даже Вас Возьмем Центральный Аппарат Или Хотите Отошлем За границу Работать Вы Же Очень Известная В этом Смысле Личность Или Сказал Спасибо Не надо Он Так Закрыл папку Уехал И больше Он никогда Не был В этом Объединении Но он Человек Деятельный И Сейчас Он Действительно И работает Советником По внешне Экономическим Связям А Где он Спрашивает А Виля Дома Потому что У нас Есть Очень Старенькая Собачка Она Не может Оставаться Уже Одна Ей 14 лет И он Так Начинает Плакать И Думает Умирать Да А мы Его Так Любим Потому что Дети Они Уже Выросли Даже Внук Работает И Дочь Работает Так что У них Все В порядке Люсенька Если Можно Ты Мне Прочтешь Я Очки Не Взяла Скажу Вам Тайну Потому что По своему Уже Возрасту Я Должна Носить Очки Но Не Хочется Но я Забыла Если Честно Говорю Я Просто Забыла Каких Фильмах Вы Снимались В последнее Время Я Категорически Против Того Чтобы Сниматься В криминальных Фильмах Пусть я Буду Одна Единственная Та Которая Не Будет Сниматься В криминальных Картинах Но Чтобы Где Нибудь Убить Кого То Придать Или Оболгать Этого Никогда В моей Жизни Не Будет Я Ждала 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 Я Много Я Много Стала Работать Тогда На Телевидении Я Очень Много Работала С Кленой Белявской Вы Знаете Мы С ней Зачинатели Были Озвучание Сериалов Рабыня Изаура Кто-нибудь Помнит Я Говорила Клена Ты С ума Сошла Ты Взяла 14 Или 15 Серий Там Было 25 Теперь 250 Это Уже В порядке Вещей Это Мало Еще И вот Я бы Хотела Чтобы Клен Расскажи Пожалуйста Про нашу Жизнь На телевидении И про Нашу Работу Ну вы Знаете Что Надей Бог дал Талант Но Она Потрясающий Трудоголик Да Она Не Ходит Курить Она Не Выходит Болтать Я Не Буду Говорить Сколько Фильмов Мы Сделали Это Была Телефонная Книга Но Я Назову Только Те Фильмы Которые Наверняка У вас У всех На Памяти Это Все реки Текут Австралийский Замечательный Фильм Джейн Эйр Джейн Эйр Она С С Милую Актрису С Громадными Серыми Глазами Как Ее Надя Сделала Она Немножечко Была Такая Чуть Чуть Замороженная Она Суховатенькая Да Это Она У нее Были Такие Кокетливые Сцены Этот Чертенок Накокетничала Она Ее Сделала Живой Она Сделала Обаятельной Очаровательной Спасибо Вы знаете Это Совсем Другая Профессия Уметь Озвучивать Фильм Это Надо Слышать Тембр Голоса Надо Чтобы Это Не стал Чужим Голос Для этого Не Переиграть Не Потянуть На себя Одеяло И Работали Какие люди Ну Какие люди Мы Мы шли Как на праздник Всегда Рано Рано Нужно было К восьми Часам Приехать На телевидение В Останкино У нас У нас было Вы знаете Большое Уважение К слову Мы Сняли Недавно Может быть Кто-то И видел Назывался Фильм Нечаянная Радость Фильм Про Собачку Где Мы Снимались Вместе С Валентиной Титовой Она Была Там Адмиральская Вдова А я Просто Так Значит Так Скать Ну Как Как тот Песик Который Ты Кто Ты Кто Да Я Просто Так Погулять Вышел Так И я Была Ну Пожалуйста Сыграли Мы Двух Старушек Двух Соседок Двух Подружек И Как Не Старалась Надежда Васильевна Быть Злее Все Равно Пробивался Ее Тот Характер Который Уже Сложился В Кинематографе Острая Точная Требующая Дисциплины От всех И Апокладистая Как и положено В возрасте Но Хулиганство Не кончается И это Ее конек И Может быть Вот эта Разность Характеров И наверное Была Хороша В картине Но Самое главное Нам достались Дивные Собаки Ну Как вы Понимаете Не один Пес Снимался Нужно Было Как-то Скорректировать От Такого Щеночка Он Должен был Вырасти Большим И вот Они И я должна Вам Сознаться Что лучше Всего Работают Девочки Девочки Актрисы И девочки Собаки Они Более Тонко Чувствуют Атмосферу Если Пес Ласкается Он Как-то Ткнется И потом Вроде Ему Нечего Делать Ну Как Мужчина Женский Экземпляр Он Более Чувственный Она Лижется Она Не Может Уйти Она Вся Извертится Ну В общем Я Так Вот Смотрела Смотрела И подумала Вот Надежда Румянцева Она Точно Повторяет Характер Маленького Песика Она Ничего Не пропускает Никакой Мелочи На съемке Это Уникальный Совершенный Экземпляр Профессиональной Высоты Я хочу Сегодня В этот Вечер Подарить Надежде Васильевне Портрет Моей Любимой Актрисы Ну Вот Так Видно Ой Ой Дай сюда Ой Я желаю вам здоровья Желаю вам здоровья И считаю Что корона Советского Кино Украшена Дивными Алмазами Из которых Один Это Надежда Румянцева Спасибо Вы знаете Правильно Сказал Один Философ Он сказал Жизнь Дается Человеку На такой Короткий Срок Что Сама По себе Она уже Большое Счастье Так Зачем Портить Скверным Характером Плохими Отношениями Сведением Счетов Каких-то Завистью Зачем Давайте Жить По-человечески Это Самое Главное Что Должно Быть В нашей Жизни Это Продлит Нам Нашу Жизнь И вот Я желаю Всем Чтоб Мы В любой Ситуации Оставались Людьми Чтоб Вы Нас Любили Актеров Чтоб Мы Вам Были Небезразличны Потому Что Вы Это Продолжение Нашей Творческой Жизни Так Что Давайте Продлевайте Нам Нашу Жизнь А мы Будем Продлевать Вам Не будем Сниматься В криминале А будем Сниматься В хороших Картинах Даже Про собачек Спасибо Вам Спасибо 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 Продолжение следует...